Издательство «Манн Иванов и Фербер» представляет Эдгар Шейн. Помощь. Как ее предлагать, оказывать и принимать? Моей жене Мэри, которая научила меня всему, что я знаю о помощи. Предисловие. Помощь лежит в основе любых человеческих отношений. Мать кормит новорожденного. Возлюбленный, друг или супруг поддерживает наши задумки. Участник команды вносит личный вклад в ее успех. Врач лечит пациента. Организационный консультант или коуч содействует индивидуальному, групповому или организационному росту. Помощь. Важнейший фактор нашего развития. Но мы часто воспринимаем ее как должное. А если и говорим о ней, то, как правило, в негативном контексте. Он не помог мне. И хотя отношения, связанные с помощью, пронизывают нашу жизнь, мы мало задумываемся об эмоциональной составляющей этого процесса. О представителях помогающих профессий, например, психотерапевтах или социальных работниках, написано немало. А вот обычных людей в ситуации помощи часто ставят в тупик. Мы не всегда понимаем, что происходит и как себя вести. Мы предложили помощь другу и столкнулись с грубым отказом. Человек, спасая утопающего, непреднамеренно вывихнул ему плечо и оказался на скамье подсудимых. Консалтинговые отчеты, предназначенные руководству компании, попадают прямиком в мусорную корзину. Пациенты не принимают выписанные врачами лекарства. Оказание помощи требует определенного уровня понимания и доверия между помощником и клиентом. Этот термин я буду использовать для обозначения лиц, получающих помощь. Без понимания сложно выбрать подходящий момент и определить конкретные действия. Без доверия открыться, поделиться своей проблемой и принять помощь, начать воплощать совместно выработанные решения. В психологической литературе много говорится о формировании доверительных отношений. Но как это выглядит в процессе помощи, не до конца ясно. Потребность помощи чаще всего возникает неожиданно. У нас не остается времени на подготовку. Если нужно помочь супругу выбрать костюм для важной встречи, которая состоится в этот же день, вам и в голову не придет исследовать эту тему. Да и перед тем, как перевести незрячего через оживленный перекресток, мы вряд ли зададимся вопросом формирования отношений. Просто возьмем человека под руку и поведем. Другое дело, что наш порыв может столкнуться с неожиданным сопротивлением. Например, пешеход скажет «нет, спасибо», и мы будем недоумевать, чем оскорбили его чувства или почему он подвергает себя риску. Как разобраться в этом? Общая теория помощи пригодится, только если сможет объяснить разницу между эффективным и неэффективным результатом в любой ситуации, даже самой обыденной, подсказать прохожему дорогу и прочее. Для создания основных элементов этой теории придется проанализировать все составляющие отношений и понять, что на самом деле означает доверие. Предположим, взаимодействие между людьми связано с позиционированием или, как говорят социологи, ситуативным этикетом. Каждый человек хочет достичь определенной позиции или статуса, которого, как ему кажется, заслуживает и хочет делать то, что считает необходимым в рамках конкретной ситуации. Мы пробиваемся вверх или топчемся на месте и оцениваем результат по потерям или приобретениям. Успешным, оставляющим чувство удовлетворения, можно назвать взаимодействие, отвечающее нашим целям. В идеале все его участники что-то для себя получают. Помощь – это процесс, в котором мы сознательно хотим сделать что-то полезное для другого. Мы вкладываем время, эмоции, идеи, действия и ждем чего-то взамен, как минимум слов благодарности. При соблюдении этого правила обе стороны довольны. Реальность, увы, не так радужна. Помощь оказывается несвоевременна, недостаточна или не в том виде, либо мы в ней не нуждались и так далее. И мы рискуем утратить свое положение. В этой аудиокниге я анализирую динамику отношений помощи, делаю упор на важность доверия и рассказываю, как вести себя потенциальному помощнику, чтобы его действия достигли цели, и тому, кто нуждается в помощи, чтобы облегчить процесс. Я пришел к выводу, что социальные и психологические механизмы помощи одинаковы, будь то управление компанией, обучение сотрудников или забота о больном супруге. Поэтому в аудиокниге приводится множество примеров из моей профессиональной и личной жизни, лечения, тренировки по теннису и прочее. Как муж, опекающий больную раком жену, отец троих детей, дедушка семи внуков, преподаватель, индивидуальный и корпоративный консультант, я неоднократно выступал в роли помощника. Выявляя общее в разных жизненных ситуациях, мы можем прийти к единой теории помощи. С чего все началось и как устроена аудиокнига? Издание, которое вы слушаете, представляет собой скорее эссе, чем академическое исследование. Обучение в Гарварде на отделении социальных отношений подтвердило мои догадки. В исследованиях любого общественного феномена недостаточно используются социологические и антропологические данные. Тем не менее, их значение признают многие центры и объединения, в частности, Чикагская школа. В 1920-1930-е годы ее представители Чарльз Кули, Герберт Митт, Эверет Хьюз и Герберт Блумер заложили основы символического интеракционизма. Это социологическое направление стало ведущим при изучении помощи как процесса. Тематика получила развитие в работах Ирвинга Гоффмана, посвященных глубокому анализу социального поведения. В период моей работы в исследовательском институте Уолтера Рида мне посчастливилось тесно сотрудничать с Гоффманом, который консультировал там с 1953 по 1956 год. Я и по сей день придерживаюсь его взглядов в совместных исследованиях с социологом Джоном Ван Маннином. Не менее важен для меня и опыт работы с национальными исследовательскими лабораториями, где я на протяжении нескольких десятилетий проводил групповую психотерапию, а также участие в создании учебных лабораторий в городе Беттеле. Сильное влияние на меня оказало целое поколение исследователей механизмов групповой динамики и лидерства. Особенно хочу отметить вклад Дугласа Макгрегора, Ли Брэдфорда, Кена Бенна, Рона и Гордона Липетов, Герберта Шепарда, Уоррена Бенниса, Джека Гибба, Криса Аргериса, Эдди и Чарли Сишеров и Дика Бекхарда. Сотрудничество с этими учеными строилось вокруг изучения межличностных процессов. Фокусировка на процессе сквозь призму символического интеракционизма помогла мне разработать свой метод консультирования. Благодаря информации, собранной за годы работы, я осознал, что помощь не только важный элемент консалтинга, но и отдельный социальный процесс, требующий анализа. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, представляет собой комплекс упражнений, направленных на переосмысление привычного опыта. Я не ставил задачу собрать под одной обложкой все имеющиеся исследования по теме, поскольку это не научный трактат. Вместо этого я сделал упор на практическое понимание процесса, позволяющее слушателю улучшить навыки принятия и оказания помощи. Важно уяснить, анализ помощи, коучинга и консалтинга базируется на таких психологических характеристиках, как темперамент и свойства личности. Для понимания отношений взаимопомощи необходимо взглянуть на них с позиции культуры и социологии. Юморист Стивен Поттер часто затрагивал эту тему в своих произведениях, когда его герои хотели повысить свой социальный статус или принизить коллегу. Хотя примеры, которые он приводит в искусстве игры и полном превосходстве, явно карикатурны, они тем не менее отражают нашу повседневную жизнь. И не случайно в заголовке обеих книг вынесены такие привычные нам слова. Они иллюстрируют универсальность статусных ритуалов, совершаемых во имя общественных целей. Поскольку помощь формирует особый вид отношений, у нее есть своя специфика. В связи с этим я хочу отдать дань уважения фундаментальным трудам Эллен Лангер, особенно ее книге «Осознанность», рассматривающий изнутри то, что Гоффман изучал с точки зрения межличностного. Мой исходный посыл слушателю – социальная жизнь – это смесь экономики и театра, которые опираются на давние традиции науки и философии. Культурных универсалей мало, но антропологи согласны в том, что все общества стратифицированы, а социальное поведение взаимообусловлено. Представленные в аудиокниге наблюдения и утверждения – отражение моих личных взглядов, опирающихся на социологическую и антропологическую предпосылки. Мне хотелось бы, чтобы аудиокнига обогатила наше понимание и сформировала несколько иной взгляд на социальное взаимодействие и роль помощи в повседневной жизни. В первой главе я рассматриваю различные формы помощи, чтобы проиллюстрировать границы и глубину своей концепции. Вторая глава призвана показать, как язык и образы экономической и театральной тематики помогают понять некоторые основы человеческих отношений. В третьей главе эти понятия применяются к отношениям помощи и выдвигается аргумент о том, что все они изначально несбалансированы и неоднозначны. Глава четвертая описывает три различных роли помощников и указывает на то, что отношения помощи всегда должны начинаться с консультации. С каких вопросов следует начинать рассматривается в пятой главе, а в шестой разбираются подробные примеры. В седьмой и восьмой главах показано, как эта модель проясняет существенные аспекты командной работы, лидерство и управление организационными изменениями. В девятой главе приводятся некоторые принципы и советы для будущих помощников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok